И мы возвращаемся к теме детской жестокости. Об этом, напомню, говорили в вечернем выпуске новостей. Обсудим ее сейчас с нашим гостем в студии. Прямо сейчас в гостях психолог Николай Рычков. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сразу же первый вопрос. Последние несколько недель вот все чаще такие случаи появляются, говорим о жестокости. С чем, по-вашему, это связано? Это какое-то осеннее обострение или, в принципе, вот с каждым годом все больше таких случаев? Ну, однозначно сказать сложно. Нужно заметить, что как минимум два случая, которые вы интерпретируете, это все-таки подростковые случаи. Подростковый возраст, он такой достаточно сложный. Мы знаем все это, да? А чем сложность подросткового возраста? Тут есть несколько подводных камней. Ну, первый, самый большой, это когда подростки, они начинают самоопределяться, самореализовываться и немножко становиться в противоположность тех, скажем, устоев, которые есть там и в семье, и в обществе зачастую. Особенно, если их не понимают, и особенно, если контакт отчасти с ними утрачен, да, там, ну, у близких в том числе. Поэтому те СМС-сообщения, которые вот связаны как раз с тем, что родители как бы недостаточно с подростками, да, в этот момент, ну, они, безусловно, справедливы, тут уже ничего не скажешь, да? Более того, нужно заметить, что в современном мире велико пространство, интернет-пространство, да, виртуального пространства. И нужно понимать, что подростки, их мозг еще недостаточно сформирован, и в этот момент для них ценность жизни, она несколько меньше, чем для людей уже с формированной психикой, да? И в этом смысле они легко и более жестоки, и легко проявляют агрессию, и это им, в принципе, свойственно, да, возрастным каким-то характеристикам. И поэтому это требует либо более правильной коррекции, там, в семье, да, потому что семья – это все-таки основной законодатель мод, да, то есть для подростков, и подростки, они всегда как-то смотрят больше на своих кумиров, да, то есть и хорошо, если этими кумирами являются родители, да, но учитывая, скажем, тот момент, что родители на сегодняшний день могут проводить не очень много времени, опять же, с детьми, да, в силу разных причин, в том числе и социальных, да, то нужно заметить, что, конечно, какую-то функцию там на себя может брать и общество, там, и школа, еще что-то, но это, конечно, в меньшей степени, да, и понятно, что по мере нарастания социальной напряженности, по мере ухудшения жизни, да, то есть населения, конечно, таких случаев будет больше, да, а будет ли ухудшаться ситуация, ну, это нужно, наверное, отслеживать по состоянию страны, да, в данном случае. Я правильно Вас понял, что основная причина может быть связана с неправильным воспитанием в семье, или в каждом случае нужно отдельно разбираться? Я думаю, что в каждом случае нужно разбираться отдельно, но общая причина может быть в том числе в каком-то неполном контакте в семье, да, то есть когда этот контакт немножко утрачен, да, то есть и подростки в чем-то предоставлены сами себе, либо в семье, например, ценной жизни она стоит не на первом месте, да, то есть, и, ну, вот, в связи с этим выбираются способы взаимодействия, там, с товарищами или с другими людьми, они совсем корректные по отношению к сохранению этой жизни, да? Просто тут некоторые пишут про педагогов, про школу, про школьных психологов, которых не хватает, но тем не менее, что якобы они должны этим заниматься, ведь и ребенок много в школе и времени проводит. Ну, мы же понимаем, что это немножко смешно, да, потому что основная задача школы – это все-таки не воспитание, да, а образование, хотя, безусловно, школа формирует какое-то пространство для ребенка, и ребенок достаточно много находится в школе, но не школа определяет, скажем, ценности ребенка основные, да, и не школа формирует его психику, да, хотя в чем-то она претендует на участие, ну, не говоря про то, что смешна роль школьного психолога, потому что те функции, которые на сегодняшний день ему отведены, это очень, ну, грубо говоря, стрелочные функции, да, то есть они совершенно не позволяют решать школьных задач, то есть психолог, поставлен в вынужденное положение, он ничего не может сделать, школьный психолог. Ну, опять же, он один, 700-800 человек, как пишут. Ну, это не серьезно, да. А как, по-вашему, вот было тоже мнение в вечернем эфире, может ли это быть связано со слишком большой заботой, что сейчас якобы сильно берегут детей, и тут же свобода, и тут же все им позволено? Ну, про бережливость к детям это сложный вопрос, смотря что называть бережливостью, да, то есть если детей берегут от реального состояния, скажем так, жизни, в которой он находится, то, в принципе, это может быть, но чаще всего это не про бережливость даже, а опять же про то же виртуальное пространство, которое, ну, дает ребенку гораздо больше представления о сегодняшнем времени, чем реальная жизнь, да, когда он уходит туда, да. То есть вот это отвлечение в виртуальное пространство, оно, безусловно, формирует гораздо более странное отношение и между подростками, и вообще между людьми, да, там, и отношение к жизни как к нечто не совсем ценному, да, и, ну, грубо говоря, в виртуальном пространстве может быть несколько жизней, да. А с другой стороны, нужно понимать, что только родитель все равно может заложить истинное понимание там ценности жизни, да, то есть и прежде всего своим примером, да, то есть тем, как он сам относится к этой жизни, да. Другое дело, что если ребенок остался без присмотра, грубо говоря, либо без такого полного какого-то взаимодействия с родителем, то он очень быстро может потерять ориентиры, да, там, тем более в таком подростковом возрасте подростки больше ориентируются на субкультурную среду, да, то есть на ту подростковую субкультуру, которая, в которую они включаются, и родители теряют свой авторитет, да, в этот момент. Но для того, чтобы контакт не был утрачен, грубо говоря, родители должны присутствовать хотя бы до подростнического возраста в каком-то вменяемом виде, да, то есть и создавать вот этот авторитет. Вот, к слову, есть какой-то рецепт, как избежать вот подобных случаев? Ну, конкретный рецепт родителя, может быть, там, сядьте, поговорите? Ну, самый большой рецепт – это, во-первых, родителям быть как-то очень ясными в выражении и предъявлении своих чувств и желаний, да, к ребенку. Во-вторых, хорошо бы, чтобы в семье между родителями было какое-то согласованное представление о том, что такое хорошая жизнь, что такое плохая, и это представление, оно как-то не просто звучало, да, там, из уст родителей, да, а оно транслировалось через, там, систему ценностей и способы жизни, которыми живет эта семья, да, то есть когда семья адекватна и в ней как-то все, ну, там, может быть, не совсем счастливо, да, то есть понятно, что нет идеальных, да, может быть, семей, а это скорее такие вот заострения, да, а, ну, тем не менее, люди как-то в семье и мама, и папа друг друга понимают и вместе воспитывают ребенка примерно в одних параметрах, то вот здесь можно говорить про некоторую стабильность, да, то есть отношений и правильное восприятие ребенка в действительности, правильное отношение к жизни и правильное отношение в контакте, да, между подростками. Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас был психолог Николай Рычков.